Приветствую вас на очередном уроке. Продолжаем изучать полезные инструменты, которые помогут вам увеличить эффективность вашей работы в интернете и в реальной жизни. Сегодня расскажу о очень полезном, очень интересном инструменте, который позволяет именно организовать ваши бизнес-процессы. Очень часто приходится слышать, что задач столько много, что я даже не знаю, что делать, в какой последовательности. Такой стиль работы приводит к тому, что вы забываете звонить клиентам, забываете выполнять какие-то обязательства перед клиентами, либо какие-то очень важные задачи для вас. По одной простой причине – вы просто о них забываете. Когда все в одной голове, либо на множестве каких-то непонятных бумажек, ваша работа неэффективна, непрофессиональна, и создается вот такое впечатление какой-то каши неразгребаемой горы. Вот эту гору неразгребаемых дел позволяет упорядочить замечательная программа, которой я очень давно пользуюсь. Программа называется LeaderTask. В простейшем своем варианте эту программу можно назвать электронным ежедневником с возможностью устанавливать задачи на любой день и с напоминанием о необходимости выполнения этих задач. Вот это такой самый верх, самый срез на возможности этой программы. Но если вы на официальном сайте LeaderTask полистаете страничку возможностей, вы поймете, что это очень многофункциональная программа, которая позволяет не только систематизировать ваши задачи, выделять задачи по важности, устанавливать задачи на любой день, на любое время, получать оповещения об этих задачах, видеть все выполненные или невыполненные задачи, устанавливать какие-то задачи, которые у вас идут регулярно одним кликом. Для каждой задачки можно установить какой-то важный атрибут, статус этой задачи, система фильтрации, поиска, календари, ежедневники. И, конечно, очень полезная вещь, сейчас при активном развитии мобильного интернета вы свой LeaderTask можете открывать спокойненько на телефоне, и все задачи, которые вы видите на экране своего персонального компьютера, также будут доступны на экране вашего телефона. Отличная, замечательная программа. К одному из, естественно, достоинств этой программы можно отвести следующее, что интерфейс программы очень простой, и разобраться с этой программой можно без всяческих инструкций, обучающих подробных видео и так далее. На официальном сайте работает замечательная поддержка, и целый раздел помощи, в котором собраны уже готовые обучающие видеоматериалы, рассказывающие очень подробно, доступные наглядной форме, как пользоваться всеми возможностями этой программы. Такое, поверьте, бывает далеко не у всех. Программа уже достаточно давно на рынке, и сейчас она развивается. Кроме клиента, который вы скачиваете себе на компьютер, и он у вас прекрасно работает. Сейчас доступны, как я уже говорил, версии для мобильного телефона, и очень интересно сейчас работает расширение этой программы для браузера. То есть можно не устанавливать клиента, и просто-напросто установить ее как расширение в браузере. Несомненным плюсом программы является то, что у нее есть платная и бесплатная версия. Если вы используете программу для своих личных нужд, то вам, в принципе, спокойненько подойдет абсолютно бесплатный тариф, который однозначно позволит вам упорядочить свою работу. Если вам требуется управление командой, возможности ставить задачи членам своей команды, отслеживать удаленно, какие задачи выполняют сейчас ваши сотрудники, контролировать, что они сейчас делают, что они сделали в течение дня. То есть установка этой программы решает очень важный вопрос для руководителя. Все-таки, а чем занимался ваш сотрудник в течение дня? То есть можно посмотреть просто список выполненных задач, которые отмечаются в лидер-таске, и сразу понять, насколько загружен был сотрудник в течение дня. Но это платная версия. Конечно, у платной версии есть такая замечательная еще возможность. Все ваши задачи хранятся на облаке. И при переключении, при переходе на другой компьютер, все, что вам нужно, это знать логин и пароль от своего лидер-таска, и задачи автоматически у вас появятся на вашем новом компьютере. Сейчас я покажу, как начать пользоваться этой программой, и покажу такие основные базовые действия, которые однозначно вам потребуются. На официальном сайте программы ссылка на него будет под видео. Пожалуйста, переходите только по ссылке, потому что Яндекс может вам найти что-то совершенно другое, какой-нибудь сервис такси или сайты, которые не относятся к официальному сайту лидер-таск. Пожалуйста, все программное обеспечение качаем только с официальных сайтов, чтобы не было никаких потом проблем. Я вот сейчас как раз на нем нахожусь, на официальном сайте, и ссылка будет под видео. Кликайте только на нее. Итак, с официального сайта программы нажимаем на кнопочку «Скачать программу», либо «Скачать для Windows сразу». Вас отправляют на страничку «Загрузки программы», и автоматически происходит загрузка клиента на ваш компьютер. В зависимости от версии браузера, которым вы пользуетесь, программа скачивается для Chrome в нижней левой части, для других браузеров она будет доступна у вас в разделе «Загрузки». Либо можете открыть проводник и выбрать папочку «Загрузки». Вот скаченные клиенты программы лидер-таск. Ну, а загрузки программ в браузере, о различных вариантах, я рассказывал в одном из роликов по подключению к сервису Zoom. Итак, программа скачена. Открываем программку, выполняем двукратный клик, я открыл ее с папки, и нажимаю просто на кнопочку «Установить». Установка очень простая, ничего не спрашивают, ничто от вас не требуют. Программа установилась, и автоматически она у вас открывается. Вот она автоматически у вас запущена. Если окно браузера закрывает окно лидер-таска, можете либо свернуть браузер, либо просто переключиться на лидер-таск. Вот так вот выглядит окошко программы. Чтобы начать пользоваться лидер-таском, необходимо зарегистрироваться, получить логин и пароль. Для этого вам потребуется доступ к вашей почте, и придумать пароль для программы. Нажимаю на кнопку «Регистрация с e-mail». Требуется в поле «Введите ваш рабочий e-mail», то есть ту почту, которую вы можете открыть, ввести адрес вашей почты. Я ввожу почту. Нажимаю «Продолжить». Придумываю пароль. Сразу, пожалуйста, рекомендации. Если вы не пользуетесь никаким сервисом сохранения паролей, сразу данные по регистрации запишите в какой-нибудь блокнотик. Пароль – это английские буковки и цифры. Чем сложнее пароль, тем сложнее будет его взломать. Я сразу это записал в блокнотик, скопировал, и пароль вставил в поле ввода пароля. Теперь, чтобы закончить регистрацию, требуется нажать на кнопочку «Создать аккаунт». Зарегистрировался в программе «Лидер-таск». И данные, которые я сохранил в блокнотике, позволят войти в мой «Лидер-таск» с любого компьютера. Что вы сейчас можете сделать? Вы можете придумать себе какую-то аватарку. Вот я нажал на кнопочку «Установить аватарку». Аватарка – это какое-то графическое изображение. Желательно использовать одну аватарку во всех сервисах. Придумайте себе какое-то имя. Ну, например, назову именем нашего сайта «ЗКБВ.РУ». Нажму «Вперед». И вот сейчас важный вопрос. Наработать с сотрудниками – это однозначно платный тариф. «Лидер-таск» даст вам пользоваться этим тарифом бесплатно, чтобы вы разобрались. Буду работать один – это вы выбираете бесплатный вариант. Оставляю проект «Здоровье». Что такое проект – рассказывать пока не буду. Можете самостоятельно посмотреть в ролике. Вот как раз вам и предлагают посмотреть это видео. Как пользоваться программой. Нажимаю кнопочку «Далее». Мы активировали для вас пробный период. Нажимаю «Завершить настройку». Все. Что можно сделать сразу? Щелкаем мышкой по любому из полей. Наводим на вертикальную составляющую. И уменьшаем поле с календарем. Уменьшаем немножко поле с временными характеристиками. Оставляем большим поле, куда мы будем носить задачи. Название задачи может быть коротким. Можете расписывать задачи, чтобы было понятно, что необходимо сделать. И посмотрите, как легко и просто добавляются задачи. Задачи добавляются на 13 марта, то есть на сегодня. Щелкаю в поле «Добавить задачу». И начинаю писать, что мне необходимо сделать сегодня. Вот такое короткое название. Нажимаю клавишу «Интер». Задача добавилась. Добавляю следующую задачу. Следующую. И так далее. Количество добавленных задач может быть абсолютно разным. Если задачу необходимо выполнить в какое-то определенное время, ну, например. Сейчас у нас 14 часов. Вот я прокручиваю список временной справа на панельке времени. Выбираю задачу «Позвонить папе». Прижимаю левую клавишу и перетаскиваю, просто буксировкой удерживаю нажатые клавиши на нужное вам время. Теперь эта задача не просто стоит выполнить сегодня. Она будет выполнена в определенное время. Лидер-таска оповестит вас о необходимости выполнить эту задачу. То есть всплывет пуш-уведомление, такое всплывающее окошко, и будет еще звуковой сигнал. Задачи можно устанавливать на любой день. То есть вы можете выбрать какой-то определенный день и сделать то же самое. Вот я поставил задачу на понедельник и выставил ее, например, на 13 часов. И так далее. Для того, чтобы быстро вернуться на сегодняшний день, просто щелкаем на календаре на свою сегодняшнюю дату. И возвращаемся на список задач, которые вы выставили на сегодня. Задачи очень важные можно выделять. Для этого щелкаем на задачу, правая кнопочка и, например, цвет. Выделяем эту задачу, например, вот таким красным цветом. Через правую кнопочку над задачами можно выполнять очень много действий. О всех возможностях лидер-таска в этом ролике коротком я рассказывать не буду, потому что некоторые действия доступны только на платных тарифах. Поэтому я вам рекомендую начать пользоваться лидер-таском пока с минимальных функций. То есть установки задач на определенный день, установки задач на определенное время. Когда задача выполнена, мы щелкаем на задачу, на чекбокс задачи и выбираем статус этой задачи. Для личной работы нам требуется только статус завершено. Вот и все. Для людей, которые работают в команде, очень важны статусы в работе, отложено, отменено и так далее. Для того, чтобы руководитель видел, что происходит с той задачей, которую он поставил своему сотруднику. Как только вы выбираете статус задачи завершено, она может отсюда автоматически исчезать, чтобы вы видели только задачи, которые у вас выполнены. Если вы хотите увидеть и выполнены, и еще задачи, находящиеся в работе, просто нажимаем на этот чекбокс «Показывать» либо «Отключить завершенные задачи». Если по каким-то причинам задача, поставленная на сегодня, не была выполнена, она автоматически перейдет у вас на следующий день и будет помечена со статусом «Просрочена». И пока вы ее не выполните, либо пока вы ее не отмените, либо пока вы ее не удалите, она таким образом у вас будет висеть и напоминать, что нужно сделать какое-то важное для вас дело. Вот такая замечательная программа. Еще раз повторюсь, у этой программы есть абсолютно бесплатная версия для личного использования. Есть платная версия, которая открывает все возможности этой программы. А их достаточно много, и они постоянно развиваются. И есть замечательная техподдержка на сайте. По всем вопросам, которые у вас возникают, и вы не можете найти на них ответ, можно связываться с техподдержкой, но лучше начать с того, что задать этот вопрос в нашем тренинг-центре, написав вопрос под видео в домашнем задании, либо, например, написав личное сообщение мне в мессенджере, либо в социальные сети, где вам удобно. Если что-то в этом ролике осталось непонятно, что-то неясно, либо требуются еще какие-то дополнительные пояснения, пожалуйста, пишите под видео в блоке «Ответы на домашнем задании». Благодарю вас за внимание. Вы молодцы, что продолжаете активно изучать полезные инструменты. Однозначно успех у вас будет. Всего вам наилучшего.